Вот два градусника, ртутный и цифровой, электронный. Сравним их. Сначала берем хорошо стряхнутый ртутный градусник, ставим его в подмышку, измеряем температуру своего человеческого тела 7 минут. Можно 5 минут, но показания будут где-то так на одну десятую или полдесятой меньше, что конечно не важно для установления факта повышенной температуры, но сейчас мы хотим добиться точного измерения. Прошло 7 минут, температура 36,7. Почему измерять приходится так долго? Дело в том, что ртуть здесь контактирует со стеклянной колбой, так что происходит теплоотвод на весь стеклянный корпус градусника, а также и на металлическую пластину внутри. Так что по сути нужно нагреть весь градусник до температуры своей подмышки. Теперь электронный градусник. Включаем. Ставим в подмышку. Через примерно полторы минуты он сигнализирует, что измерил. 36,4. Не домерил. Почему? Потому что у него от датчика здесь идут медные проводки к плате с дисплеем и контроллером, то есть тоже теплоотвод. Поэтому этот градусник тоже нужно нагревать целиком и тратится на это по моим тестам тоже 7 минут. Итак, выключаем градусник, ставим в подмышку и греем его 7 минут. Теперь не вытаскивая градусник из подмышки, вслепую нащупываем кнопку включения и жмем ее. Секунд через 10 градусник пропищит, что уже измерил. Вот, теперь измерил правильно. Можно было бы наоборот, сначала включить градусник, потом поставить в подмышку, потом проигнорировать сигнал об окончании измерения и продолжать греть градусник, пока не истекут 7 минут. Но так батарейка тратится больше. Итак, какой же градусник лучше? Если мерить температуру по 5-7 минут, то показания одинаковы. К недостаткам электронного можно отнести наличие в нем батарейки. Но вот эта батарейка изначально стояла тут при покупке 6 лет назад и все еще не села. В домашнем режиме градусник вообще мало используется, так что батарейка скорее саморазрядом сдохнет лет за 10. Ну а жутким недостатком ртутного, конечно, является возможность его разбить. Наиболее вероятно при стряхивании. Использовать пылесос нельзя, поэтому придется ползать на карачках по полу. Возможно, будучи больным, с температурой, собирать осколки стекла и шарики ртути. Потом еще нейтрализовывать остатки ртути на полу мокрую уборкой с химрастворами. В общем, всего-то хотел измерить температуру, а в итоге началось ЧП. Плюс еще на ртутном градуснике не так просто разглядеть показания. И крутить-то его нужно под определенный угол к свету и в случае дальнозоркости без очков не разглядеть. В общем, основной посыл всего видео в том, что мерить температуру электронным градусником нужно 5-7 минут, а не те полторы минуты, через которые он сигнализирует об окончании измерения.